Начинается программа «Особое мнение». Добрый день, здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Олег Ткачев, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, директор Центра поддержки некоммерческих организаций. Олег, добрый день. Добрый день. Традиционно напоминаю о том, что на сайте kirovo.ru есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, там заранее выкладывается анонс особого мнения со специальной формой, благодаря которой вы можете задать вопрос нашему гостю. Или вопрос, если у вас их несколько, такая возможность в течение эфира еще присутствовать. У нас сегодня достаточно широкий круг вопросов, по поводу которых мы хотим побеседовать. Это и итоги выборов. Накануне в России был единый день голосования. В частности, глав субъектов федерации выбирали в 21 регионе. Естественно, поговорим об итогах выборов главы республики Мариэл, где участвовали депутаты Госдумы от Кировской области Кирилл Черкасов и Сергей Мамаев. Сергей Мамаев, к тому же еще руководитель Кировского обкома КПРФ. Будут у нас сегодня темы, связанные с судом. Накануне были поставлены точки в двух заметных уголовных делах. О них тоже поговорим. Подробнее чуть позже. Поговорим о медицине. Поговорим о гражданском форуме, который состоится в нашем городе с 22 по 24 октября. Мы, если еще время останется, поговорим о музыке. Ну, давайте с итогов выборов начнем. Сказал уже, что 21 субъект, где избирались главы этих регионов. Неожиданности по большому счету не произошло. Практически во всех регионах временно исполняющие обязанности губернаторов и глав этих субъектов федерации, представители Единой России, они одержали победу. Действительно нет ничего неожиданного? Ну, ничего неожиданного нет. Единственное, что, глядя на новости из разных регионов, то есть хочется отметить, что меня покоробило, вот лично меня покоробило обилие информации о каких-то натяжках, о каких-то провокациях в отношении оппозиционных организаций, оппозиционных кандидатов. Сами оппозиционеры не ценировали? Нет, мне кажется, что вспоминаются, на несколько лет затихало, а сейчас снова представители партии власти, так называемой, условной партии власти, как-то себя не очень корректно ведут по отношению к оппозиции. То есть в народном месте, чувствуя за собой солидный административный ресурс, поддержку населения и прочее, прочее, то есть серия мелких провокаций, грязненьких, они есть, это уходило на несколько лет, но как-то более-менее казалось, что есть возможность выставить кандидатуру, и избиратели там решат, то есть если нечего бояться, то как бы все очень спокойно победят самые достойные. А почему на Ваш взгляд партии власти? До таких пакостей не дошло? Не знаю, это вопрос для анализа, но мне кажется, что все-таки вот этот единый день голосования, который проходил там вчера, все-таки это подготовка к более крупным выборам, то есть и обкатка различных технологий, то есть обкатка, что может пройти, что не может пройти, то есть степень терпимости избирателей каким-то таким технологиям или другим. То есть мне кажется, что это сейчас обкатывалось, многие вещи в разных регионах. В сентябре следующего года у нас состоятся выборы в Госдуму, а у нас в Кировской области выборы в законодательных собраниях. То есть если все вот это будет в следующем году повторяться и умножены многократно, как бы, на масштабы там компании, то нам всей стране можно не позавидовать. А что Вы такого заметили из новых технологий? Испробовано накануне, я, честно говоря, не зацепился мой взгляд за что-то. Ничего особо нового-то как бы и нет. То есть сообщения о применении грубой силы в отношении кандидатов, их доверенных лиц, то есть какие-то вооруженные люди куда-то там приходили под надуманными предлогами. То есть таких новостей было достаточно много в эту предвыборную кампанию. Это не очень крупные новости, но тем не менее общий фон какой-то не очень приятный. Вы знаете, во многих регионах сложилась такая ситуация на этих выборах. Победил действующий временно исполняющий обязанности представитель Единой России. На втором месте буквально дышит ему в спину представитель КПРФ. Сразу в нескольких регионах это явно прослеживается. И примерно процент набранных голосов одинаковый. У лидера 50-60%, у представителей КПРФ от 30-40%. Это касается и Мариэл, по последним данным действующий, точнее уже победивший выборы до этой исполняющей обязанности главы республики, Леонид Маркелов, я имею в виду, он победил с количеством процентов 50,7%, ну я так округляю, а Сергей Мамаев 32% тоже с небольшим процентом. Светит ли это, если общую картину смотреть, светит ли это о укреплении позиций коммунистов в красных? Сергея Мамаева можно поздравить с достаточно весомым набранным результатом. Но следует напомнить, что в сентябре прошлого года, когда избирался губернатор Киевской области, Сергей Павлинович набрал почти 16% голосов. То есть в этом году результат в два раза. Мне кажется, это связано с таким эффектом. То есть различные силы, они поляризуются. Если раньше люди пытались голосовать за того, кого считают нужным, и в принципе голоса распылялись, в том числе протестные, оппозиционные голоса, на многих разных кандидатов, то сейчас вольно или невольно пытаются люди голосовать за тех, кто имеет хоть какие-то шансы. И подбирание голосов оппозиционной общественности, скорее всего, и сыграло роль в наборе этих голосов коммунистами. Мне кажется, что здесь заслуга не столько коммунистов, сколько в слабости всех остальных оппозиционных движений. И вот в такой форме, мне кажется, идет поляризация и консолидация сил. Ну, кстати, Кирилл Черкасов, депутат тоже Госдумы, который баллотировался в выборах губернатора Кировской области в прошлом году. В прошлом году он 10%, в основном, в этом году он баллел 7%. Немножко поменьше. Поменьше. Но там, мне кажется, у Кирилла Черкасова свой особый электорат. Мне кажется, что он стабильно будет набирать свои 7-10%, может быть, 12% то есть, все, что связано с партией ЛДПР и прочее, то есть, мне кажется, они так особнячком, как шли, так и идут стабильно, без срывов, без особых взлетов и без падений. Но можно, судя по результатам этих выборов, в Мариел говорить о том, что соседи наши, наша соседняя республика, более красная, в сравнении с Кирилл Черкасовым? Я думаю, нет. То есть, поляризация там сыгралась. Не знаю, как те люди, которые были непосредственно на этих выборах, может быть, могут более точно сказать, сколько там было использовано административного ресурса, не административного ресурса, насколько выборы эти были честными, открытыми. Здесь я не берусь судить. Ну, вот у Маркелова там 50,7, во второй тур вроде как бы прошел, но не очень убедительно прошел на самом-то деле. Насчет называть республику Мариел красной республикой, я сомневаюсь. То есть, я был в республике, то есть, общался с разными людьми, разных политических течений. Я бы не назвал, ну, у меня не сложилось впечатление, лично у меня не сложилось впечатление, что это убежденные, там, идейные сторонники, там, коммунистической партии. То есть, ну, они офицерно-то состоят в КПРФ при этом? Кто? Те люди, с которыми вы общались? Нет. Ну, были как и те, кто состоят, так и... Всегда есть в любом регионе, там, определенное количество недовольных людей. То есть, всегда есть, там, критики, там, существующей власти. И эти критики существующей власти при удобной возможности, то есть, какую предоставляют выборы, там, пытаются как-то принять участие. Ну, вот, пытаются создать ситуацию, чтобы их голос был учтен. При не менее другой возможности они поляризировались вокруг, вот, кандидатуры, там, представителя этой партии. Если бы была другая конфигурация, и, там, был другой кандидат, который бы внушал надежду на то, что что-то может измениться, то поляризировались бы вокруг него. Там, может быть, даже с другой идеологической платформой. Вы сказали о том, что Номаева можно поздравить, да, с таким результатом. На ваш взгляд, Олег, стоит ему продолжать участвовать в подобных кампаниях, тут, спустя некоторое время? Ну, любому активному политику, если он чувствует в себе силы и желания, видит возможность, там, стоит участвовать, в частности, выборов в Кировской области, следующих губернаторских, в 2019-20-х годах, ну, время покажет. То есть, если ничего не изменится, ну, как, стоит, не стоит, это личное желание, там, кандидата, личное убеждение кандидата и той партии, там, настроение в той партии, политической организации, которая его выдвигает. То есть, если они сочтут, что стоит, то пусть принимают участие. Вот, по поводу этого поступка, уже победителя выборов, да, в Мариелла Леонида Маркелова, широкую известность в Мордарии интернету получил. Ну, хочется использовать жаргонное словечко. Чуть бы не спалился Маркелов, когда выступая перед жителями деревни Шишурга, заявил о том, что, ну, что-то, что-то вы меня так плохо принимаете, никогда меня так плохо не принимали. Я вам тут много этот ФАП разберу и дорогу раскопаю, вы что не верите, что я раскопаю. И штаб Сергея Мамаева пытался зацепиться за этот случай, был подобен, поданы документы Верховный суд, да, Республики Мариелла о том, чтобы снять Леонида Маркелова с предвыборной гонки. Но его не сняли, руководство Единой России, ну, как-то вот пальцем ему пригрозило, но ничего не сделал, он так просто пожурило. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал о том, что я сомневаюсь в подлинности вот этого выступления, и, может, так оно и вовсе не было. Вот сам факт вот этих слов, вот такой позиции, он должен же бросать тень. Ну, как? На исполняющего обязанности, на кандидата. Мне кажется, что вот то, что озвучила пресс-служба Маркелова, и оправдание, что это была шутка, мне кажется, что это действительно была шутка. А пресс-служба озвучила, что вырвана из контекста, да? Вырвана из контекста, и что это была форма такой шутки, что, ну, пошутил человек. Вот, мне кажется, что такая шутка была крайне неуместна в отношении, там, своих должностных обязанностей и, там, общественного развития. То есть, там, разберу дорогу, там, раскопаю факт. Ну, если это была шутка, то она была крайне неуместна, и не на предвыборной встрече так шутить временно исполняющему обязанности, там, губернатору. То есть, не в той ситуации. Если исполняющему обязанности губернатору отказывают тормоза, то есть, он перестает понимать, где можно шутить, где нельзя, то, наверное, ему действительно надо задуматься, стоит ли дальше продолжать. Вот, говоря о том, что, ну, практически везде победили, да, действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности губернатора, представители Единой России, вот, все-таки, смотря в Иркутской области, ситуация складывается иначе. Там, все-таки, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Ярощенко, Ярощенко, простите, не набрал 50%, чуть поменьше 49,5%, и его ближайший преследователь, как раз-таки, представитель КПРФ Сергей Левченко, и там состоится, все-таки, второй тур выборов, в котором они будут сражаться. Ну, как-то, вот, на общем, общую картину это сильно меняет? Нет, я думаю, что общую картину сильно не меняет. Вот, вообще, мне кажется, что сейчас вот обсуждать, безусловно, надо, там, события, произошедших в разных регионах, там, анализировать, вот, но мне кажется, что это больше тема для обсуждения политтехнологами, которые сейчас присматриваются, что происходит и как, в какой ситуации, там, лучше быть, как выработать тактику на будущих выборах. То есть, все-таки, готовиться к сентябрю 16-го года. Должны ли люди, простые жители, обыватели, там, избиратели присматриваться и с жаром, там, обсуждать, что получится, что не получится, там, произойдет второй тур, не произойдет второй тур? Да, наверное, должны, но в первую очередь, там, избиратели этого избирательного округа. Вот, это непосредственно, там, их касается, это управление их территорией. Выводить здесь какие-то очень длинные, там, политологические, там, выводы про, там, ситуацию в стране, вот, глядя на результаты выборов, там, в отдельном регионе, ну, можно, но, ну, мне кажется, что это будет нерепрезентативно. Давайте еще немного о ситуации, об итогах выборов, выборов непосредственно в нашем регионе. У нас накануне органы местного самоправления избирались в 13 районах области, избирались 22 главы городских и сельских поселений, 4 депутата городских округов, муниципальных районов, а также 13 депутатов сельских поселений, в том числе были до выбора в ОЗС, два кандидата от Единой России туда пришли. И вот наши единороссы, Кировские, уже подвели итоги, они довольны. В целом, говорит глава рекотделения Единой России Кировского Владимир Быков, в целом уверенно прошли, мы выиграли. Из 20, нет, простите, из 41 мандата, 28 взяла как раз таки Единая Россия, то есть это 70 процентов. А вот явка вчера у нас средняя составила 37 с небольшим. С небольшим процентом это сопоставимо с явками на губернаторские выборы в прошлом году, там тоже было около 40. А как? Уверенная победа единороссов? Не теряют они свои позиции? Уверенная победа, но смотрите, мне кажется, что вообще происходит сейчас кризис политических партий, политических организаций. То есть в том виде, в котором существуют политические партии, они уже отжили. У нас совсем другой век, другое тысячелетие. Та система политических партий, которая изначально создавалась, рождалась, формировалась, причем не только у нас в России, вообще во всех странах, мне кажется, что она уже отживает, уходит на второй, третий план. Политическая партия как способ коммуникации людей для достижения определенного эффекта, такой способ коммуникации, он становится неактуальным. Люди коммуницируют уже тысячами разных других способов. У нас информационная эра, то есть без записи, без получения партбилета люди высказывают свое мнение, политическое, не политическое, по сотням разных вопросов, делятся этим мнением и формируют общественное мнение в других сферах. То есть создаются общества не политические, не партийные. А в выборах участвуют строго по законодательству именно политические организации, политические партии, то есть организации, имеющие определенный статус. Не все избиратели, и я бы сказал так, что вообще менее, может быть, 2-3% жителей, избирателей состоят вообще в политических партиях, то есть хотя бы даже декларируют свою причастность к политическим организациям. И все вот эти обсуждения, коммунисты, некоммунисты, Единая Россия, заслуга ли это Единой России? Ну да, это заслуга Единой России, результаты наших местных выборов, потому что вот этот вот кризис, а что нам делать с этой системой политических партий? Она касается всех партий. Единая Россия продолжает выезжать на силе федерального центра. То есть это, по сути говоря, на Единую Россию распространяется убежденность людей в том, что есть президент, есть его команда, есть его окружение. Пока они ставят на эту партию, ну, значит, будем их поддерживать. То есть поддерживаем президента, поддерживаем, значит, эту партию. Эта система, на Ваш взгляд, еще будет работать долгое время? Она может работать еще некоторое время, годы, десятилетия, в зависимости от разных уровней. А может вдруг в одночасье упасть. Что может стать причиной для этого? Ой, причиной может стать все, что угодно. Самый незначительный там случай, который вдруг взорвет какой-то вот... То есть такое бывает в истории, такое было там не раз. Почему вот случай с Маркеловым-то не взорвал? Как-то система, она отреагировала? Ну, в том-то и дело, что Маркеловым и внешне, и как-то и содержательно, да, вот он неинтересен для того, чтобы послужить детонатором взрыва. То есть это не детонирующий человек, то есть нет у него такой детонирующей харизмы. А вдруг какой-то совершенно, может быть, незначительный там какой-нибудь трагичный случай там с каким-нибудь рядовым человеком, может вдруг все взорвать и как снежный ком прокатиться и перевернуть там сверху донизу там всю систему. В общем, в любом случае речь идет о подъеме снизу, да? Волнении в массу. Если как бы люди не поддержат там эмоционально, содержательно, то есть вот не отнесутся как-то эмоционально там к какому-то событию, то ничего не произойдет. И, собственно говоря, вот все искусство сейчас политтехнологов, оно сводится к управлению эмоциями людей. Отчасти это создается там искусственно, но иногда бывают там вещи, которые, ну, вот сами по себе получились, так сложилось. Произошла там или трагедия, или какой-то смешной случай, вот это стало там всеобщим мемом, прокатилось и раскатало там те баррикады, которые там выстраивали там бастионы, которые выстраивались годами и считались там неприступными. До перерыва остается у нас буквально 2-3 минуты. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области, директора Центра поддержки некоммерческих организаций. Уходим на тему выборов, парламентов, парламентариев и так далее. Но так или иначе, надо сейчас произнести имя еще одного члена Единой России и депутата областного законсобрания, который свои депутатские полномочия по монетным причинам в последнее время не исполнял, я имею в виду Олега Березина, в пятницу, 11 сентября из зала суда был отпущен депутат УЗС, основатель системы «Глобус» Олег Березин и другие фигуранты уголовного дела о продаже по заниженной стоимости 25% акций женского СВЗ. Но эта история началась еще в конце августа 2013 года, вернее, обыски раньше еще начались, само задержание Березина состоялось в конце августа 2013 года в Москве, затем его этапировали. Я напоминаю историю вопроса. В марте этого года Октябрьский районный суд оправдал фигурантов этого дела. Затем неожиданно областной уже суд в конце мая снова взял под арест, потом подписка о невыезде была, и вот позиция прокуратуры, тем же известно, прокуратура отказалась от каких-либо своих претензий к этим людям. Дело уголовное закрыто, за бывшими подсудимыми признано право на реабилитацию. Вообще нонсенс для вас? Нонсенс, да. То есть вся эта история вызывает просто недоумение, и вообще массу вопросов к нашей государственной системе, к нашей государственной власти. То есть мне кажется, что вот это произошла такая, вот на этом как раз примере, просто такая демонстрация силы. То есть хочешь караем, хочешь милуем. Вопрос вины, невиновности, мне кажется, что здесь не на самом первом месте, далеко не на первом. А вот демонстрация силы, она там важна, нужна и актуальна. То есть, но как бы этот сигнал, эта вот демонстрация, она в адрес кого? Как это часто звучит, наверное, в высках прокуратуры в отношении неопределённого числа лиц, мне кажется. Ну да, то есть... Не только. Смотрите, то есть, по сути говоря, сейчас мы получаем картину, что как бы все те претензии, которые там озвучивались, они там были несостоятельны, но государственная машина все эти годы потратила столько много человекочасов там и своих государственных, и отняла там человекочасы там рабочие, там жизнь, время, там деньги у других людей, в отношении которых все это там расследовалось, и что сейчас с этим, как сейчас с этим быть. То есть, государственная система расписывается в том, что она несостоятельна, и у нее бывают ошибки, или как? Ну, прокуратура в первую очередь, да? Ну, прокуратура это государственный орган, она выступает от лица государства. То есть, все, что это происходит, это происходит от лица государства, там, всего государства, там, всей нашей, там, необъятной Родины, там, собственно говоря. То есть, я не склонен списывать, что, ах, вот тут вот кто-то конкретный там недоработал, или что-то еще, то есть, это персональные ошибки там чьи-то, нет, это не персональные ошибки, это системная вещь. Вот тут есть много над чем задуматься, и вопрос такой, а кто следующий? Кто следующий? Может попасть, там, в журнала этой машины. Вот, и насколько успешным будет, вот если здесь Олегу Березину, там, ну, я не знаю, там, повезло, не повезло, но, можно сказать, для него эта история, этап этой истории закончился, вот, то для многих других, не таких громких, там, дел, эти истории не заканчиваются просто так. Вот, они могут закончиться всем, чем угодно. Вот, интересно, в рамках реабилитации, каких требований, каких требований ожидать, каких сумм возмещения морального и так далее вреда, вот, ожидаете чего-то такого большого, грандиозного, ну, большой кусочек захотят откусить? Ну, а какая разница сейчас, там, знаете, какой бы кусочек большой или небольшой был, или, там, там, просто условные, там, претензии, там, понимаете, как у человека украли, там, пару лет его жизни. Ну, просто. Оказалось, что эти годы жизни, они взяты, ну, просто так. То есть, можно ли это оценить в рублях? Ну, юристы, наверное, могут, то есть, в составлении, там, исков, там, может быть, какие-то, там, претензии материального плана, там, будут, это, это к юристам. Ну, мне кажется, что здесь деньги не главное. Это годы жизни, вот, и годы жизни не одного человека, там, Олега Березина, ну, и в том числе, там, всех тех людей, которые, там, там, и много аргументов, вот, и те люди, которые, там, эти годы занимались всем этим делом, там, с обоих сторон, вот, чем они все занимались, вот, не лучше ли было всю эту энергию, там, всех этих профессионалов, там, из той и с другой стороны, потратить на какие-то более полезные вещи. Знаете, какой у меня вопрос еще возник, а вот как сейчас Арзамас вот это поступать в главе департамента госсобственности, который в бега пустился, вот он сейчас может официально вернуться, объявиться, или раз уголовное дело закрыто? Не задумывались об этом? Ну, сложный вопрос. Ну, туда отдельное изучение, да, согласен, требует. У нас перерыв сейчас небольшой, пара минут, и мы вернемся в студию, и продолжим особое мнение Олега Ткачева, заместителя секретаря общественной палатry Кировской области. Продолжается особое мнение, и сегодня особое мнение мы слушаем Олега Ткачева, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области, директора Центра поддержки некоммерческих организаций. Меня зовут Владимир Скентанин. Знаете, Олег, безусловно, знаете, конечно, заиграл темы медицины у нас в последнее время. Очередная волна поднялась после форума Общероссийского народного фронта. Состоялся он в прошлые выходные в Москве, в экспоцентре, вернее, в воскресенье и в понедельник, 6 и 7 сентября. Так вот, там, уже многие знают, выступала Кировчанка, многодетная мать Евгения Чеснокова, которая о многих проблемах в Кировской медицине упомянула, и очереди, и платные услуги, и так далее. Так вот, в пятницу, как раз-таки, 11 сентября, губернатор Никита Белых созвал круглый стол, куда пригласил представителей Российского народного фронта и своего заместителя, который курирует сферу медицины Дмитрия Матвеева. И сама Елена была на этом совещании. Так вот, что по итогам? Губернатор распорядился сделать следующее. Первое. Совместно с представителями ОНФ разработать универсальную систему записи на прием к врачу, которая бы устраивала и пациентов, и специалистов, чтобы сбоев в этой системе не возникало. Второе. Проанализировать существующие в медучреждениях порядок выписки лекарств. Третье. Ну, я уже пропускаю тут. Совместно с членами ОНФ разработать формат информирования пациентов по всем вопросам оказания медуслуг. Четвертое. Необходимо установить постоянную обратную связь с ОНФ по проблемам в сфере здравоохранения, с тем, чтобы решения, которые мы совместно принимаем, действительно реализовывались. У нас сейчас все станет резко хорошо? Я сомневаюсь. После этого случая. Почему сомневаюсь? Я сомневаюсь, что станет все резко хорошо, потому что резко хорошо никогда не бывает, ну, вот, ну, невозможно. Давайте по мечте, я бы хотел. Огромную стеру очень резко как-то изменить. Любое резкое изменение, оно всегда содержит в себе издержки. Ну, смотрите, вот, любое поручение, вот, то, что там озвучено, да, они касаются, там, повышения прозрачности, вот, получения обратной связи. Все это хорошо и прекрасно, и это, ну, я только приветствую. Однако мы прекрасно понимаем, что повышение качества информирования, там, получения обратной связи от пациентов, это ведь не единственная проблема в сфере медицины. То есть корневая проблема, вот, у нас началась реорганизация, там, сфера медицины, она еще не завершилась. То есть еще, там, далека, там, от завершения. И это не только наш процесс, это, там, общероссийский процесс. Вот, и если, там, мы что-то можем более-менее, там, говорить о каких-то продвинутых услугах, там, колл-центры, электронные записи, регистратуры, там, по областному центру, да, вот, то, ну, отъезжаем пару десятков километров от областного центра, вот, заходим, там, в любой дом, вот, и понимаем, что люди не пользуются интернетом, вот, для них, как бы, все вот эти вот, ну, модные, красивые слова, это пустой звук, и... Электронная регистратура, вы имеете в виду, да? Да, электронная регистратура, и, там, в других населенных пунктах, той же самой Кировской области, там, подавляющее количество людей, не может использоваться ни электронными регистратурами, для них актуальны другие проблемы, на каком транспорте добраться до ближайшего пункта, где могут указать медицинскую помощь, вот, как выбрать время, там, чем заплатить за это, ну, вот, там, проблемы совсем другого порядка, вот, и решение этих проблем, это, ну, глобальная, там, задача, вот, связанная, там, со многими другими экономическими, там, задачами, у нас дотационный регион, мы не можем, там, в полном объеме, как выясняется, там, содержать, там, все то, что было, там, даже, там, в советские годы, вот, такую разветвленную, настолько разветвленную сеть учреждений, там, с таким количеством, там, специалистов, здравоохранения, там, ну, да, здравоохранения, там, приходится что-то оптимизировать, там, оптимизировать, не потому, что кому-то, вот, очень хочется пооптимизироваться, поиграть какими-то там вот этими новыми штуками а потому что просто приходится тоже затягивать пояса разумеется, на рядовом человеке на простом жителе это отражается не самым лучшим образом и ничего в этом хорошего и прекрасного быть не может там, где есть там, где плотность населения допустим, в областном центре есть и электронные регистратуры и колл-центры и все что угодно вот сейчас повысится там качество обратной связи давайте я про колл-центр расскажу может быть слушатели кто-то не понимают это на этом же совещании с представителями ОНФ в том числе губернатор Идеев это высказал создание колл-центров для обеспечения прозрачности системы здравоохранения колл-центр мог бы выступать связующим звеном между пациентами и врачами туда бы стекалась информация со всех медучреждений города так если человек по различным причинам не может попасть в одну больницу то оператор колл-центра может предоставить другой вариант вот в частности о чем идет по областному центру ну хорошо ну станет более прозрачной более понятно работа медицинских учреждений там будет телефон по которому можно позвонить там будет там какая-то прямая там связь прямая или там опосредованная связь там с народным фронтом вот ну отлично там народный фронт как такое объединение они будут присматривать помогать и соответственно держать на контроле остается ощущение недостаточно это это достаточно косметические вещи вот здесь без помощи там федерального центра в том числе и финансовый ну не обойтись чтобы ту же медицину вот и особенно там в удаленных там районах как-то поднимать и повышать доступность именно доступность физическую доступность людей к медицинским услугам я предлагаю сейчас две минуты время потому что у нас лететь предлагаю две минуты посвятить пятому гражданскому форуму который будет проходить с 22 по 24 октября мы с вами в пятницу беседовали вы говорили что основной связующей нитью будет тема общественного контроля ожидается ли там площадка общественного контроля в сфере здравоохранения я думаю да то есть так как мы пока не собирали предложения там с потенциальных участников мы бы очень хотели чтобы и эта тема была там поднята мы ждем там инициаторов пока еще не ждем пока еще ждем процедуру будем очень рады если придут инициаторы которые захотят обсудить эту тему куда приходить можно куда обращаться можно уже соединить ну пока любые предварительные там предложения можно посылать в аппарат общественной палаты то есть если найдутся инициаторы которые сайт bko.ru да которые захотят любую тему обсудить в формате гражданского форума то есть могут там вольном режиме там присылать свои предложения в общественную палату почему именно тема общественного контроля вот сейчас на ваш взгляд стала актуальна ну последний год в теме вернее и не стала она ну таковой и является общественный контроль такая сквозная тема которая помогает высветить выявить и сосчитать сколько вешать в граммах там любую проблему любую общественную проблему будь то медицина образование что-то еще там ЖКХ то есть когда мы пытаемся там что-то понять что-то проанализировать нам всегда нужны цифры нам всегда нужно понимать а что же реально происходит и здесь как бы без системы сбора информации там не обойтись то есть информации из одного там допустим только лишь государственного источника там по реализации государственных программ этого мало необходимо ей эту информацию сравнивать что же реально происходит и как это выглядит вот на практике в конкретном доме у нас остается буквально две-три минуты и я сейчас хочу нашего гостя гостя особого мнения Олега Ткачева еще представить как организатора музыкального мероприятия это абсолютно не новое дело для Олега организация музыкальных в том числе фестивалей и концертов масса их было я надеюсь что еще и будет подъем сразу же приходит музыкальный фестиваль на ум вы являлись одним из его организаторов и вот перед началом нашей передачи вы рассказали о том что интересное мероприятие намечается на второе октября второе октября театр юного зрителя театр у нас с Паской гость вечера или что там будет не вечер к нам приезжает замечательный музыкант Сергей Летов старший брат Егора Летова старший брат Егора Летова гражданской обороны Сергей Летов это очень известный российский музыкант мультиинструменталист саксофонист он играет очень интересную музыку известен по таким проектам как поп-механика с Сергеем Курехиным то есть участвовал в проектах там очень многих наших российских групп там и ДДТ там ну и многие-многие другие то есть писал музыку к фильмам он мастер импровизационной музыки то есть вся его музыка импровизационной и живой еще стоит отметить да и живой музыки мы его уже приглашали в Киров то есть он вместе с азербайджанским музыкантом Таймуром Надиром они озвучивали фильм Лотты Райнингер это полнометражная там анимация двадцать девятого года то есть немецкого режиссера вот и то есть был такой проект мы показывали вот этот вот старинный анимационный фильм в живой озвучке культовых музыкантов то есть это было конечно там супер да очень хорошо все кто пришел послушали живую музыку посмотрели там этот старинный видеоряд вот впечатлились ну вот оригинальный человек качественная музыка то есть связи с ним на протяжении времени не терялись да лично вы да лично вы позвонили или написали сказали приезжай мы списались нашли возможность что там Сергей может быть в Кирове 2 октября и стали договариваться о концерте ну я смотрю вот день рождения у Сергея Федоровича тут намечается 24 сентября 59 лет ему исполнится то есть поздравлять еще и будете музыканты на этом вечере 2 октября ТИОС Сергей Летов где-то можно уже записаться приобрести билеты да приобрести билет в кассе театра можно это сугубо вот его концерт без без посторонних музыкантов нет на сцене нет у них будет какой-то коллектив будет с Сергеем Летовым приезжает Анастасия Маслобоева это девушка из Сибири тоже мастер импровизационной музыки у нее оригинальный вокал и она еще играет на странных музыкальных инструментах аутентичных цимбалах то есть Сергей помогает молодой певице пробиться то есть продюсирует ее первое отделение концерта будет состоять из музыки Сергея Летова и отчасти он исполнит еще вещи давно известных Сергея Курюхина из «Бог механики» а второе отделение они будут играть вместе с Анастасией Маслобоевой ну вот анонсировали мы это мероприятие тем кому интересно берите на заметку рассказали как уже попасть на этот концерт завершается наша передача особое мнение спасибо гостю Олег Тукачев заместитель секретаря общественной палатки Кировской области директор центра поддержки некоммерческих организаций до новых встреч всего доброго до свидания спасибо 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 спасибо